Столица Дальнего Востока России под ударами паводка. Несколько районов Хабаровска потоплены. Военные силы МЧС и волонтеры пытаются остановить большую воду. Местные власти заявляют, что это пик наводнения. Его сила начала ослабевать. Впрочем, как утверждает Геннадий Вивденко, готовятся к худшему сценарию. Вот так выглядит один из районов Хабаровска субботним утром. Улица Ремесленная, в некоторых местах воды почти по пояс. В домах отключили свет, но многие жители отказываются покидать свои квартиры. Этот психолог МЧС полчаса уговаривала 79-летнюю женщину отправиться к родным. Наконец-то выходит из дому. Я к дочке родной еду. Не страшно. Сидела бы до конца. Ничего страшного. Говорили. Возведенные наспех дворовые дамбы не удержали небывалый разлива мура. Уровень воды в нем уже 7 метров 20 сантиметров. В одном только Хабаровске настроили защитных укреплений общей протяженностью в 10 километров. Результаты пока спорные. Их можно видеть прямо на стенах домов. По распоряжению мэра на них нарисовали вот такие контрольные линейки. Эта вода теперь может быть небезопасна. На окраине Хабаровска подтоплено кладбище. Из соседнего еврейского автономного округа сообщили. Размыт скотомогильник. Прямо во дворах бесплатно вакцинируют. Здесь происходит экстренная вакцинация против гепатита, деземберии и брюшного типа. Экстренная профилактика для того, чтобы, ну, с учетом того, что вода грязная. Рядом на улице волонтеры заполняют мешки песком. Жалуются, защита города организована слабо. То привезут не туда, то мешки вовремя не забирают. Из экипировки выдали только лопаты. Ужас один. Сапог нет. Резиновый. Сапоги и костюм хотя бы. Костюмы, что бы. Ну, питанием обеспечили, слава богу. Пусть задумывается. Организация неут. Ну, с пешком, с лопатой, в принципе, проблем нет. А вот сапоги надо было. Илью из соседней пятиэтажки сюда отправила бабушка. Он один из группы волонтеров. Ни на что не жалуется. Я помогаю укреплять дамбу, чтобы Амур не затопил жителей Хабаровского края. Краевые власти сетуют. Архитекторы, планируя Хабаровск, просто не могли представить, что Амур может настолько разлиться. Да, впрочем, с сегодняшнего дня вода поднимается не так стремительно. Дожди поутихли. Это хороший симптом. Значит, она где-то начинает останавливаться, потом колебаться. А с другой стороны, это очень сложно сориентироваться. Какие еще примитивные меры необходимо на эти колебания принять. На всякий случай дамбы будут сооружать выше. Гидрологи следующий пик паводка прогнозируют теперь уже на 2-3 сентября. Вода может достигнуть отметки выше 8 метров. На контрольных линейках даже заранее нарисованы такие деления. Геннадий Вивденко, Виталий Коваленко. Подробности российское бюро телеканала Интер из Хабаровска.